Почему США не могут переварить реалии на Южном Кавказе, поговорим с нашим гостем Ирада Рзазаде, председатель общественного объединения во имя социального благополучия граждан. Ирада Ханум, добрый вечер. Добрый вечер. Конечно же, этот факт не может не вызвать возмущения всех, в том числе и представителей гражданского общества Азербайджана. Как вы считаете, к чему все-таки ведет вот такая лицемерная политика? Да, вот недавно в американском конгрессе со стороны конгрессмена Адама Шифа был оглашен этот проект закона о восстановлении дохода в Армении в 2024 году. Явно видно, что это направлено на финансирование армянских реваншистов. Мы все знаем, что более 30 лет Армения оккупировала азербайджанские земли. Были изгнаны 750 тысяч семей оттуда. И эти дома, и вся инфраструктура была там разрушена. Даже представители ООН, когда посещали тогда именно эти земли, они видели, что там ничего армяне не оставили и фактически стерли как будто с лица земли все то, что создали азербайджанцы. Но посмотрите, в то время вот этот американский даже конгрессмен никакой реакции не проявил. А что это значит? Это значит, что, вы знаете, отношение к азербайджанцам какое именно этническое и религиозное. И в то время, значит, нарушение прав азербайджанцев было со стороны армян тогда. И нарушение не только наших прав, но и международного права. Мы, как люди, уже более 30 лет, я сама тоже перемещались с этих земель. И думаем, что вот этот закон именно будет действовать не только на наши отношения, но и армянам тоже этот закон в основном ухудшит наши отношения в то время, когда мы идем уже к мирному решению этих вопросов. Азербайджан старается обеспечивать и безопасность, и добровольное возвращение на наши земли. Если сегодня американский конгресс не, как говорится, не приостановит вот именно решение вот этого, вот этот проект, то мы и не придет к разумному решению, мы считаем, что этим он именно испортит свой, потеряет и доверие, и испортит свой имидж в таком важном сегодня регионе. Поэтому мы, как гражданское общество, мы, не правительственная организация, написали открытое письмо Адаму Шифу, указав на все, что до сих пор делалось против азербайджанцев, и то, что ни разу не было никакого отношения, никакой реакции к нам, чтобы данный закон сегодня, если быть разумным, надо приостановить и оставить свое доверие и свой имидж в нашем регионе. Иратхан, вот этот, ну, достаточно поспешно подготовленный законопроект, вы отметили, носит дискриминационный характер, а вот как вы думаете, вообще может вот этот документ, нарушающий права человека, международные права, вот быть вообще поддержанным? Вот есть такая вероятность? Нет, он не должен быть поддержан, потому что это уже нарушение, сколько бы они ни говорили о том, что, типа, в Азербайджане у нас там нарушаются права человека, фактически этого нету. Сегодня сами конгрессмены, вот именно Америки, сегодня он полностью этим законом нарушает наши права, и мы до конца готовы выступить против вот такого решения. Просто действительно очень странно, почему эти конгрессмены, они поддерживают не пострадавшую сторону, а агрессора? Потому что, вы знаете, армянское лобби, оно очень известное, поэтому здесь есть личные интересы, которые, ну, каким-то образом, они поддерживают данных конгрессменов, поэтому они это делают. И мне интересно, что и как, вы знаете, люди должны понять, даже если кто-то их защищает, кто-то их поддерживает, они должны знать, что весь мир видит, как сегодня нарушаются наши права, права азербайджанцев, которые были изгнаны уже более 30 лет. Поэтому я считаю, что этот закон не должен быть принят, в противном случае Америка сделает себе плохо насчет принятия этого закона. Действительно, за все эти годы, даже вот элементарных заявлений с осуждением оккупации мы так и не дождались. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Рада Розазаде, председатель общественного объединения во имя социального благополучия граждан, к нам подключалась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова